Вторые сутки Хабаровский край находится под влиянием снежного циклона. В семи районах введен режим повышенной готовности. Непогода принесла почти месячную норму осадка. В Краевом центре за сутки зарегистрировано в два раза больше аварий, чем обычно. Несмотря на то, что циклон покинул город, расстолобляться рано. Ему на смену движется новый. Репортаж Арины Солдатенковой. Утро вторника началось для хабаровчан с 10-ти бальных пробок. Таксисты подняли цены, а горожане на полтора-два часа опоздали на работу. Мэрия отчиталась. На трассы Краевого центра выпустили 54 единицы спецтехники. Дорожников перевели на круглосуточный режим. Автомобилистам приходилось идти на нарушение ПДД, чтобы выехать из заторов. Коллапс по традиции был и на подъемах, и на спусках. Опасность скрылась под слоем снега. Там уже успела образоваться наледь. Водители вынуждены шли на ухищрение, избегая риска завязнуть или спровоцировать аварию. Ну, на Дикопольцево такая же ерунда. Вот там цепь одел, поднялся, снял. Сейчас вот здесь опять одеваю. Поднимусь, сниму. Капец фур. Машин 50, наверное, точно стоят. А так выглядела дорога на выезде из Хабаровска накануне. Большегрузы дожидались окончания циклона на обочине. К обеду вторника все ограничения для пассажирского и грузового транспорта сняли. Открыли вылет и в Советскую гавань. Закрыт пока Охотск. За сутки в Хабаровске выпала практически месячная норма осадков. На дворников легла дополнительная нагрузка. В первую очередь чистят выходы из подъездов. Жители особенно благодарны тем, кто все-таки это делает. Сегодня убирал. К самого утра чистят. Прямо несколько дворников по двору убирают, чистят. Утром я выводила сапанку, снег идет, а дворник уже работал, убирал. А снег вот опять идет. Он что, должен стоять здесь? Но вторник только передышка. Синоптики прогнозируют, что пока один циклон движется на север края, второй идет ему на смену. Он будет менее снежным, но задержится как минимум до четверга.